Там есть такая маленькая страничка в диске, которая называется «Мой восемнадцатый век». Я действительно снабдил своими песнями на свою музыку, на чужую, различные произведения разных авторов восемнадцатого века. Главным образом Фанвизина, Капниста, Капниста, подвижный Капниста, и еще, да, нет, тут уже не автор Гриш Горина, я хотел сказать. Но дело в том, что у него Шут Балакирев, это как раз относится к восемнадцатому веку, и к Шуту тоже было написано несколько песен. Ну, я сейчас пою вам три песенки, которые, наверное, вы не слышали, написанных произведения Фанвизина «Бригадир». Сначала я, ровно сорок лет тому назад, опять юбилей, сорок лет тому назад я озвучил, то есть оснастил своими песнями произведения Фанвизина «Недоросли». Ой, как много я тогда-то сочинял. А этот спектакль в Саратовском Тюзе произвел такое впечатление, что был написан историю Саратовского театра и всей вообще российской драматургии, и через тридцать лет Саратовский Тюз праздновал юбилей спектакля. Вещь вообще необычная, но это было, действительно. И в честь этого тридцатилетия они поставили «Бригадира». Это вторую пьесу Фанвизина. И ставил тоже режиссер, что поставил «Недоросля» Леонид Эйдлин. И он тоже позвал меня по старой памяти сочинять песенки. Вот три песенки оттуда. Песенка «Галламан». Галламан, там молодой человек Ванька, который только что прибыл из Парижа, все бросаются на него с вопросами «Расскажи нам о Париже». И он отвечает так. В Париже люди совсем другие, Совсем другие, нежели в России. Они не дикие, они не грубые, Сладовой косточкой чистят зубы. Особой кисточкой красят губы Особой кисточкой. Они и ходят совсем иначе, А говорят и думают тем паче. У них амуры и все такое, Совсем другое, Совсем другое. Да там вообще куда ни кинешь глаз, Все, все другое, нежели у нас. О, Пари, О, Пари, Сильву Пле, Желупри. Он такой, он такой, Он такой, Ах, нет слов сказать, какой. Кому в России пришлось родиться, Тому, как яд опасно заграниться, Живи в навозе, не суйся далее, Не то навек зачахнешь от печали, И будешь вечно туда стремиться В мечтах и снах, в мечтах и снах. Хотя бы однажды, а лучше три же, Ох, а бы мне еще пожить в Париже. Запричь коней, давай в ворота, Прощай, Москва, привет Европа, Боюсь, навряд ли хватит лет моих, Когда у нас все будет как у ИИИ. Мон-Пари, Мон-Пари, Карджетен, Шерами, Апсальман, Манифик, Ах, там вообще другой язык. Любовный романс. К нему есть, Это вообще поэзия 18 века прелестна Своей простодушием И такой важной изысканностью русского языка И одновременно простодушием. Я, когда насочнял этот романс, Опираясь на короткий стишок Василия Кирилловича Ильяковского, Который он описывал клависит. Стоит древесно, К стене примкнута, Звучит прелестно, Був пальцем ткнута. Крылатого амура, Крылатая стрела, На веки грудь проткнула, На муки обрекла. Нельзя без содрогания Внимать мои стинания, Тому причина три Воги я красоты, Позволь моя целцея Пылинкой мелкой стать, Дабы стопы твоей Касаться и ласкать. Как только сквозь подметку Почуешь ты щекотку, Но знай, что это я, Пылиночка твоя. А если нежный носик, Как бы коленят волосик, То это тоже я, Пылиночка твоя. Когда же ночью темной Тебя рукой не скромной, Ля-ра, 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 Пылиночка твоя, Твоя пылиночка твоя, Пылиночка твоя, Пылиночка твоя, Как пылиночка твоя. На центральной песне этого представления Явилась некоторая попури, Где я ни в музыке, ни в тексте, Не шню ни одного слова, А все как есть, Вытащил из своей памяти И посадил посредине этого действия. Попури это песеная. Услышал я давно от своих родственников. Как я чувствую из песни, Которую вы слышали, Частью я прохожу из клона всесвятских, Так называемых, Калужских христиан. Это насчет Калужских христиан Все истинная правда, Потому что по маминой линии Всесвятский, И мой прадед Василий Павлович Всесвятский, был главным священником храма православного в селе Угодский завод. Она сейчас называется «Город Жуков», поскольку наш маршал родился недалеко в деревне Стрелковки. И я лично видел запись в храмовой тетради, священник Сеяновский Василий Павлович крестил младенца Егора. Он крестил нашего Георгия Константиновича, а его сын Николай Васильевич, земский врач, лечил нашего Георгия Константиновича. И я знаю, что когда большие русофилы начинают кичиться... ...своим просьбом... ...благодаря... ...семь... 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 ...голоси... ...семь... ...семь... ...зонные, довоенные, предвоенные песни, Неповские пеют, они гопсосмыков куплетов 10-20 пели наизусть, романсы какие угодно. И вот от них я услышал, больше ни у кого, ни у кого не слышал, это Папури. И оно так вот и встало в этот спектакль и составило его центр, кульминацию. Вниз по матушке, по Волге, по Волге, погремалась погода, погода. ...семь... ...семь... ...дой... ...гряй... ...семь... ...девчаты... ...дрек... 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 ...дет на тёщи капусту возил, у молодую жену присяжки водил. Ну-ка, 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 тёщи моя, брусс твоя молодая. Жена, да по дороге зимней скучной, тройка борзая бежит. А колокольчик, да, разлучай, да удалите их нас видит. Кого-то нет, кого-то жаль, вот это сердце рвётся вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет. Я вам скажу себе другой, кого люблю, тот будет мой. Со святыми упокой, упокой. Со святыми упокой, упокой, человек он был такой, был такой. Любил бы закусить, закусить, и другую попросить, попросить. Эх, садки, наташки мои, разменяйте вы бумажки, моя бумажка. Это ноль и двадцати пятирублёй ты я. Ах, зачем ты меня зловала? Жар безумной груди затоня. Не на глядь меня назвала. Коля, ты крылась я тая. Я твоя, значит, и горячая. С кипитом еще завелся кальция. Да руки я учу. Щи горячие, щи обширные. Сверху нет ничего безужирные. Мы седьмая, седьмая, седьмая. Новые мои, новые, 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 мишечные. Я не хочу, молока, за новые, вора, за новые, мишечные. За новые, новые, мишечные седьмой. Ни-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-я. Горько поросы Белеют, белеют Четыре голоса, белеют, долгие Ну и так далее Там есть такой отдел, надежный отдел Который называется коллегоскоп И там записана наша последняя Это песенка, а то наша одна из последних работ Вместе с Дашкевичем Но я хочу на этой имени остановиться подробнее В силу того, что ему в этом году января исполнилось 75 лет Я накажу в концерте и прославляю его сверкающее имя Владимир Дашкевич, композитор, с которым мы дрожим Уже 70-го года, то есть он скоро 40 лет И я пою небольшую серию песен, которые мы с ним сочинили в разное время И я начну с песни, которую вы, конечно, прекрасно знаете Но я очень люблю петь Эта песня из фильма Бумбараш Там его поет молодой цыган Левка И эту роль и эту песню исполняет замечательный актер Саша Хачинский Звезда Ленинградского тюза К сожалению, ушедший уже Вот он всегда на встречу со зрителями ее развивал И каждый раз, когда я ее поем мысленно Позвещаю очередную исполнительную песню Его светлой памяти Как за меня матушка все просила Бога Все поклоны била, ой, и слова на конец А сыночку выпадали дорога Хлопоты вновь я вековый интерес Где журавль по небу летит? Корабль по морю льет А кто меня, куда, то рекет по белу свету И где награда для меня, и где засада на меня Гуляй, солдати, ищи атлету Журавль по небу летит Ой, куда глядеться, дай я глядеться Впереди застава, сзади заподня Белые, да красные, все такие разы А глава у всех одна, да как и у меня Журавль по небу летит Корабль по морю льет А кто меня, куда, то рекет по белу свету И где награда для меня, и где засада на меня Гуляй, солдати, ищи атлету Журавль по небу летит Где я только не был, чего я не ответил Березовую кашу, крапиву, лебеду Только вот на ней я ни разу не обедал Ой, господи, прости меня Я с ним обожду Журавль по морю льет Который по морю льет А кто меня, куда, то рекет по белу свету И где награда для меня, и где засада на меня Гуляй, солдати, ищи атлету Журавль по влези, карабель по влези Да, баллада Балладу эту он попросил написать для своего фильма «Ярославна короля Франции» Змит и кинориссер Игорь Масленников, более известный по его великому сериалу «Шерлоке Холмсен». Но тогда он снимал Ярославну и просьбу его звучал так «Напишите мне, пожалуйста, длинную, дорожную, скучную, пошлую, скабрёзную, старофранцузскую балладу XI века». Другого задумался А через четыре дня она была готова Барон Жерман поехал на войну Барон Жерман поехал на войну Его красавица жена Осталась ждать едва жива От грусти и печали Одна в рассвете юных лет Одна с утра, одна в обед Она могла бы подурнеть Даже к черту померить Но ей не дали Маркиз Борис Викон Тлеон Сержон Британский Пэр И конюх Пьер Барон Жерман поехал на войну Барон Жерман поехал на войну И там он храбро воевал И даже на ночь не снимал доспехи боевые Зато жена его как раз вела бои В полночный час И так был страшен каждый бой Что на рассвете шли домой Едва живые Маркиз Борис Викон Тлеон Сержон Британский Пэр И конюх Пьер Барон Жерман поехал на войну Барон Жерман поехал на войну И там среди мечей стрел остался Он ежедо цел Хотя Бывало туго Его красавица жена Не знала отдыха и сна Пока последнего бойца И истощила до конца И вот лежат в земле сырой Друг возле друга Маркиз Борис Викон Тлеон Сержон Британский Пэр И конюх Пьер И конюх Пьер Барон Жерман поехал на войну Барон Жерман поехал на войну Но вот вернулся сына И перед ним его жена одна И лежит в постели А рядом с ней едва душа стоят Четыре малыша Барон подухнул и сказал И он сказал Привет, друзья О, как живы тут без меня Помолодели Маркиз Брис И конь Тлеон Сержон Британский Пэр И ты Монжер Британский Пэр Еще одна баллада Где излагается Известная легенда о Красолове Вывод делается оригинальный Жила, была на свете крыса В Монском Парду Вальпараиса На складе мясо и маиса Какао и вина Она жила, пила и ела Но ей на складе надоело Во всей округе захотела Поцарствовать она Призвав ранню для этой цели Она вовсе полезла, съели Катай, кошку, крысы съели Два час в один присчез И вот таким потоком серым Пошли по площадям и скверам Да, вов, гляди, таким манером Весь город крыса съез Но вот юнец один зеленый На старой дудке золоченой Завел мотивщине мудреной Поплыв в морскую даль А крыса музыку любила За дудкой крысом поспешила И море крысу поглотила И мне ее не жаль Ибо правду скажем смело Петь мух зайцев не лови Либо делай свое дело Либо музыку люби А, монолог Монолог написанный Довольно давно Да, собственно, больше никаких комментариев не нужно Представь себе такого среднего Средний тип ИТР или МНС Семидесятых, восемидесятых Я встаю на рассвете Я ложусь на закате Целый день я как белка кружусь Мне дают по труду Я даю по зарплате И опять я встаю и ложусь Все, что нужно, умею Все, что можно, имею Учится время, как пуля во тьме Стоп! Где я? А я не знаю Где, 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 где Неужели интересно Какой пейзаж тебе ласкает взор? Может быть, кустанай А быть, может, одесса Вероятно, серебряный борт Да, 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 да Дамы, сеньоры, кавалеры Включайте музыку для души Ваши дети в кровати Ваша печень в порядке Ничего, все нормально Дыши Обо мне говорят Что я в крови путёсов И мысли в макомае фанфас Что внутри я блогина А снаружи философ Что я вылитый Кто-то не зваться В коллективе хорош Уважение достоин И здоровье моё На все стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Кто я? А я не знаю Кто, 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 кто Неужели интересно Какая разница Ты, парень, свой Может быть, лейтенант А быть, может, профессор А быть, может, и тот, и другой Да, да, да Мы сеньоры, кавалеры Включайте музыку для души Ваши дочки в кровати Ваши почки в порядке Ничего, все нормально Ше 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 Надо мной небосход Подо мною планета Между ними Какой-то чудо Он не то и не сё Он и здесь Он и где-то Третий лишний Пожалуй, что так И зачем Неизвестно И к чему Непонятно В результате Сложные нули Стоп! Ладно Чувствия Пошли Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай- Ну, к годовщине опять наш 09-й год. К 200-летию Николая Васильевича Гоголя по предложению великого режиссера Бориса Александровича Покровского. Был такой главный режиссер Большого театра, мастер оперных спектаклей. Потом он завел свой камерный оперный и до сих пор стоит во главе его. Ему уже 96, по-моему, лет. Но он еще вполне, как говорится, в драме и трезвой памяти руководит театром, хотя ставить уже сам не может, а в общем, осуществляет общее руководство и театром, и постановками. Вот он 4 года назад сделал нам такое прекрасное предложение. И мы написали эту оперу, и она сейчас идет в театре Покровского. Они вообще, по-моему, побили весь рекорд юбилейных постановок к Гоголевскому юбилею, потому что он все, все оперы, какие только написаны на гоголевские сюжеты, все идут у них к театре. И Сорочинская ярмарка, и Майская ночь, и Нос, и так далее. Итак, песня Осипа. Напомните вам, что такое Осипа? Помните, ну, хорошо. Кто не помнит, спросите у всех. Они, наверное, иконы, иконы, иконы. Осип, выпивший такой, сидит, пьяненький, с добчинским и в общинским. Он запевает, а они ему в припеве с удовольствием подтягивают. Птицы перелетные, расскажите, сядьте, о местах неслыханных, полных благодати, О краях полуденных, где всего скорей, никогда не будем мы до скончания дней. Наливанные яблоки, голубые реки, золотые пряники, золотые орехи. Ладно, не попробовать, хоть бы полететь, а чужие радости сверху поглядеть. Птицы перелетные, из-за лёгкой дали, вы повсюду помыли, всё вы повидали. Как же получается, вон, тебе и раз, все личные сбываются, только не для нас. Ораниванные яблоки, голубые реки, золотые пряники, золотые орехи. Ладно, не попробовать, хоть бы полетать, тоже не получится, крыльев негде взять. АПЛОДИСМЕНТЫ И в заключение этой завтеческой серии песенка, написанная для фильма «Королей капуста». Её должны были изучить и спеть в самом конце. Армен Джандарханян и Валентин Гавц. Они её выучили, но записать так и не смогли. Они, потому что всё время сбивались на рекламацию. Доказывается, это сам превосходство текста над мозгом. Хотя, мне кажется, что здесь оба компонента существуют на равных. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОБОДИСМЕНТЫ этой песни была такая история когда я принес текст мне его вернули начальник начальство вернула не не редактор фильма а кто-то дальше выше сказали это там был первый вариант такой куда-то скачь мальчик скажи ты мне куда кругом одно и то же бардак и суета поеду понемногу куда-нибудь туда уберите но я принес этот вариант поеду понемногу туда куда-нибудь и наконец а в этом самом если есть еще одна маленькая маленькая рубрика которая называется моя наша гавань в этой известной передаче я принимал несколько раз участие и конечно и слушал как вероятно и вы с живым интересом какие сокровища таятся в нашем как говорится всенародном песенном фольклоре и в уголовных и в блатных и в каких-то вздохщипательных романсах перекладываниях подражаниях огромное море фольклора куда кстати вся бардовская песня которая тоже является огромным морем народного фольклора вписывается абсолютно но все-таки там бардовская песня все-таки в этом смысле держится некоторым особняком а вот эти фольклорные всякие песенки конечно очень из них очень многие запоминаются и трогают за душу вот я тронул за душу песенка которые там же в этой передаче сначала пел зиновий герд а потом пел боря львович теперь я стал быть взялся за то же самое так что она мне понравилась вот эта песенка я даже сам один куплет сократил а там просто достаточно трех на костецкой на углу буночка стояла отчего ты не пришел когда я тебе сказала отчего ты не пришел когда я тебе сказала очка лох с Отчего ты не пришёл, когда я была согласна? Отчего ты не пришёл, когда я была согласна? Согласна, согласна я была. Там же, в этой гавани, рассказал я ещё одну песенку, которую, как говорится, выучил совершенно... которая без мыла, как говорится, влезла в мою память, что, надо сказать, не всякой песне удаётся, прямо скажем. И эту песню когда-то все слышали в исполнении, в записях, конечно, домашних, в исполнении Высоцкого. Но выяснилось, что не он её автор. Это стилизация, подражание блатной песни. Но выяснилось, что не он её автор. Потом Валерий Золотухин говорил, что её сочнил Андрей Тарковский, тоже во времена своей дружбы с Высоцким в молодости. Они все увлекались исполнением, а потом подражанием о блатной всякой лирике. Но оказалось, что и не он. Потом ещё какую-то две фамилии называли. Оказалось, тоже не так никто. То есть я, по крайней мере, до сих пор не знаю, кто сочинил. Что это неподлинный фольклёр, этот самый, как и он. Неподлинный фольклёр блатной. Безусловно, это чистейшая стилизация, но какая. Когда с тобой мы встретились, черёбуха цвела и в старом парке музыка играла. И было мне тогда ещё совсем немного лет, но дел уже наделал я немало. Но дел уже наделал я немало. Лепил я слог за скоком, а наутро для тебя швырял хрусты налево и направо. А ты меня любила и часто говорила, что жизнь младная хуже, чем атрама. Что жизнь младная хуже, чем атрама. Но дни король стали, и птицы улетали. Туда, где чаще солнышек смеётся. И с ними моё счастье улетело навсегда. И понял я, оно уж не вернётся. И понял я, оно уж не вернётся. И я помню, как с фаршмака ты стоял на скверу. Он пьяный был, обняв тебя рукою. Тянулся целовать, спросил тебя отдаться. А ты в ответ кивала головою. А ты в ответ кивала головою. И вот однажды ночью я встал об на пути. Узнав меня, ты сильно побреднела. И ему я предложил тогда в старом подойти. И встать в глаза славеющего листева. Потом я только помню, как мелькали фонари. И ему сорок отзывались в степи. Всю ночь я просадался, упречал на зади. А в спину мне глаза твои грибели. А в спину мне глаза твои грибели. Когда вас хоронили, ребята говорили. Все плакали, убийцу проклиная. А дома я один сидел на фотографию. Грибел, с нее ты улыбалась, как живая. С нее ты улыбалась, как живая. Любовь свою короткую залить пытался водку. И воровать боялась, как не странно. Но в липу ссоре глупую. И как-то гопер-группой. Был схвачен на баду у ресторана. Сидел я без сознанки. Сдал от силы петерей. Как-то случайно всплыло ваше дело. Пришел ко мне защитничек Шмиро мой старик. Сказал, не виноват тебя расстрелом. И вот меня обрели. Косюшку несли. На мне опять тюремная одежда. Квадратик неба синего. И спутничек в дали. Сияют мне, как славая надежда. Сияют мне, как славая надежда. Сияют мне, как славая надежда. Там да. Там да. Там и так. Зая еще эту песню, я упрекнулся я не допел до конца. Но я решил оставить герою шанс. В конце там он в утром уведут меня в тюремный двор, и там глаза на век я закрою. Пусть поживет в огнём. С открытым финалом. И, наконец, еще одна песня, которую я раскопал в окончательном виде в прошлом году. Из нее я помнил с пионерского детства приблизительно 4 куплета. Потом я порасспрашивал друзей, добавилось еще несколько, потом, конечно, включился интернет. И выяснилось, что там очень много версий. И у вас наверняка, те, кто помнит эту песню, есть свои версии. Если исключить, будут большие различия. Но когда я добрался до оригинала, я поразился, как народ все-таки обошелся с первоисточником. Стихи написал Евгений Долматовский. Они сильно отличаются от того, что помню я и мои секции. Хотя сюжет все тот же, как пионер Алешка поймал шпиона, и песня называется «Коричневая пуговка». Я ее с удовольствием запел, восстановивши, а потом увлекся так, что продолжил несколько. Для этого были основания по ходу дела Ярска. Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. Но мимо по дороге прошли босые ноги, босые, загорелые, продопали, прожи. Но мимо по дороге прошли босые ноги, босые, загорелые, продопали, прожи. Ребята шли гурьбою от дальнего посёлка Алёшка шёл посредним и больше всех пылил Случайно или нарочно, никто не знает точно На пуговку Алёшка на кой он уступил А пуговка не наша, ребята закричали И буквами по-русски выписаны камень К начальнику заставы, ребят, побежали На чальнику заставы, скорей, скорей, скорей Докладывайте точно, сказал начальник сроки И карту перед ними, я большую расселил Близи какой деревни и на какой дороге На пуговку Алёша ногою наступил Четыре дня скакали, бойцы по всем дорогам Четыре дня искали, забыв еду и сон На пятой отыскали чужого незнакомца И тут же осмотрели его со всех сторон А пуговки-то нету у заднего кармана И шли-то не по-русски широкие штаны А в глубине кармана патроны от награна И карта укреплений советской станы И так же он был пойман у самой уграницы И кто на нашу землю иступит не пройдет Во Алёшкиной коллекции до пуговка хранится За маленькую пуговку ему большой почет Во Алёшкиной коллекции до пуговка хранится За маленькую пуговку ему большой почет Вот так невозможно я восстановил всю эту песню И тут обратил внимание на слово коллекции У Алёшки была коллекция Ну, понимаете, о нас... В ней, вероятно, было много экспонатов Каждый экспонат заслужил, вероятно, своей песни И я попробовал еще один экспонат воскрепить И снова чья-то пуговка свалилась над дорогой И снова затерялась в коричневой пыли И снова по дороге прошли басы едой Басы не загаленные, бородов были прошли Опять пошли ребята от дальнего поселка На этот раз Алёшка шел сразу впереди Вон пуговку, он пуговку заметил И буквки отметил И смог чужого дядю в заставу привезти А пуговки-то нету на самой нашей реке И самая ширинка не русской ширины А в глубине ширинки на самой серединке Отчетливые снимки советских законов И в ночь он был пойман у самой уграницы И кто на нашу землю ни в сутках не пройдет Коллекции Алёшки и пуговки и брошь И кнопки и застешь И кольца и сережь Друсы и ползапожь И сын и босоножь И деве суких какашки И наши колсуны АПЛОДИСМЕНТЫ И АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. В этом году эта песня исполнилась в 50 лет. Я ее сочнил в институте, а потом она была, спустя много лет, она была объявлена русской народной песней. Секундочку, сейчас. Федя опять начинает беспокоиться. Думы окаянные, Думы поталенные, Твои высоковая любовь, Головка забуденная. Все вы губы помните, Все вы думы знаете. Ой, да чего ж вы мое сердце Этим огорчаете? Позову я голубя, Позову я сизама, Ой, пошлют роличьи и письмо, И мы начнем все сизама. Пошли роличьи и письмо, И мы начнем все сизама. Ой! Песня и вторая песня, поскольку здесь я встретился, эта встреча происходит у меня время от времени почти, ну я не знаю, через, не на каждом концерте, но раз обязательно через два, через два на третий. Я непременно встречаю выпускников школы, где я работал. Это специнтернат номер 18 для физико-математических вундеркиндов, основанный великим академиком Андреем Николаевичем Колмогором в 63-м году. Там три года я преподавал русский литературу, историю и общество вечное. И вот там-то я и сочнил песню, отчаянные песни преподавателей общества ведения, но сразу должен заметить, опираясь не на свой опыт. Мы в старших классах разбирали все эти общественные науки, говорят, что есть диамат, эсмат и так далее, с большим увлечением. Поскольку я в парке не состоял, у меня не было линии, которые надо было гнуть. А вот что касается других моих коллег, им приходилось довольно туго, потому что физико-математические вундеркинды были народные хитры. И вот таким образом возникла эта песня. ПЕСНЯ 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 Острые, жгучие, а я все сажусь на них Я им говорю, дескать, так-то и так-то, мол А если не так, значит ложь А они кричат, а где факты, мол, факты, мол Аргументы вы, да положь И хоть я совсем человек не воинственный Все-таки покажу, погляжу А потом возьму аргумент свой единственный Выну и на них положу Выберу я ночку глухую осеннюю Уж давно я все рассчитал Лягу я по шкам, чтоб при слабом движении На меня упал капитал сечный дом А, сейчас, да Понимаете, за подарок спасибо На сморкаться при всех Это выше моих сил Так, сейчас, сейчас, сейчас А, ну, это я не знаю, вытянули я это все делаю Ах ты, боже мой Сейчас Вы знаете Ага О, какие все это задерки хорошие Это, вот, я не все их помню сейчас, понимаете Вот это я, пожалуй, вспомню Что-то просьба спеть Мое подражание Высоцкому У меня есть подражание Высоцкому А, да Это кадетская песенка Я ее сочнил Подражание Володе, действительно Как раз тогда, когда он сочинял все свои замечательные сказки Страшно, жуть Чудо-юдо я и так победил И я решил тоже что-то попробовать В этом духе И вытащил из небытия Илью Муромца Малютка Илья Муромец Поднял себя не сразу Бывал он, кого трое, тот сходу и навалил И вот они, собрай, сто без нос, сто без лазу Сели его в милицию А вот и говори Я в Муромец Я недавно И смей, ребенок Не мучьте меня Я маленький ребенок Я маленький ребеночек Не мучьте меня Милиция заплакала Ах, малютку отпустили И он тогда на радость Милицию обнял И тут всю длицу Багист уложили Ах, бедная малютка Опять мир считал Я Муромец Я недавно И смей, ребенок Не мучьте меня Я маленький ребенок Я маленький ребенок Я маленький ребенок Не мучьте меня Ах, бедная малютка И силуша Не шучу Что с ним делать Думали, думали, думали И вот Малютка И я Муромец У нас теперь Тимур И снаружи Переносит Часть Переход Я Муромец Муромец Я Муромец Я Муромец Ну вот Спасибо вам большое Да Спасибо вам большое Силы мои И сикают страшно Прямо на глазах Поэтому я исполняю Последнюю заявку Которая Которая Прозвучала В перерыве С большим удовольствием Она Крас И К месту Никогда Нечаянно Пришла Бара В дороге Даль Давай Дружок Отчаривай Она Доказывай Причайной Будет Норд-долст Не видно Звезд Уголю Мельца И Все, друзья Не поминайте Вика Поднимаю Паруса И И Все, друзья Не поминайте Вика Поднимаю Паруса Фантастика Романтика Да Наверное Это Виновата Антарктика Атлантика Зовут 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 Ребят Куда Да Ну И Назвялся У Небеса Все, друзья Не поминайте Вика Вика Поднимаю Паруса Подумай Вдруг А может быть Не надо В море Нормиться На Берегу Спокойней Жить Чего На месте Сидеться Смотри Как В И Как У В Сегодня Очень Легко И Сидеть Сидеть Парус 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 18 Парус На Т